МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. На произвол судьбы не бросят. Самарскую 46-ю школу ждет капитальный ремонт. Бабочки больше не улетят. Памятник модерна, в котором расположен технический лицей, дождался реставрации. Шагающие в будущее или офисы не на курьих ножках. Самарские ученые на фестивале в Сочи покажут ходячую архитектуру. Превысили полномочия. Оренбургские омоновцы, избившие фанатов крыльев, стали фигурантами уголовного дела. Руки прочь от Мундиаля. Конторам, которые незаконно использовали символику ФИФА, ФАС грозит полумиллионными штрафами. Последний звонок там не зазвенит. Экзамены там не сдадут. 46-ю самарскую школу ждет капитальный ремонт. Проект реконструкции здания и решение проблем, с которыми сталкиваются школьники в других учебных заведениях, обсудили на заседании специальной комиссии. Когда учеников примет обновленный альмаматор, знает Андрей Горгуленко. Сейчас ученики 46-й школы учатся в пяти различных учебных заведениях. Но в каждом из них руководство школы постаралось создать все необходимые условия для детей. Самые большие работы по подготовке помещений прошли в центре подросток. Там установили освещение, соответствующее нормам, обустроили дорогу к зданию и выделили отдельный кабинет для обедов. Те проблемы, которые были обозначены, это организация помещений для приема пищи, это очень важно, и решение проблемы конкретного третьего класса, определение нового места для обучения этих детей. Третий Д первоначально разместили в Самарской гуманитарной академии, но условия для обучения оказались неподходящие. Теперь школьников приютят либо в 78-й, либо в 139-й школах. Сейчас здание готовится к капитальному ремонту. Уже подготовлены документы для организации торгов и разработки проекта. Они должны будут провести обследование, потом по итогам обследования перейти к проекту. И мы очень рассчитываем, что по решению КЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям до 1 сентября, документация в полном объеме у нас будет. Мы даже рассчитываем, что она будет несколько раньше. Департаментом градостроительства Самары производятся расчеты предварительной стоимости работ. После этого власти города планируют обратиться с финансовой заявкой в правительство Самарской области. Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров дал поручение создать также областную рабочую группу и поставил задачу сформировать четкий график работы в здании школы. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. Учиться в исторической атмосфере. В Самаре реставрируют памятники культурного наследия, в которых сейчас размещены школы. За процессом пристально наблюдают городские власти. Все работы должны вестись по всем правилам техники безопасности, завершиться в срок и при этом сохранить исторический облик. На объезде побывала Марина Матвейшина. Одно из самых нарядных зданий Самары – доходный дом Нуйчева переживает второе рождение. Крыша отреставрирована, сейчас обновляется фасад. Задача не из простых – стены украшает множество узнаваемых элементов. Здесь не только бабочки, и слоники есть, и женские лики, и прочее. Это все уже отливает. С стороны Эркера будет Атланты. Вот балкон поддерживается здесь вот. Они тоже в работе. Исторически используется гипс с применением современных присадок в такую погоду. Будет все использоваться. Штукатурится будет холодным известковым раствором, так же, как и до революции. Здание – постройки начала 19 века. Сначала здесь была гимназия сестер Харитоновых, в советское время – школа, а сейчас – Самарский технический лицей. Как идут реставрационные работы, Департамент образования города по поручению главы проверяет еженедельно. Продолжаются процессы в доме Шабановых на площади революции. Сейчас здесь делают фасад, кровлю, к весне восстановят кованый балкон. Но самое интересное – зданию вернут большие керамические вазоны, которые стояли на столбиках по всему периметру крыши. У нас сохранилось на фотографии, и больше того, мы нашли осколки этих вазонов, нашли на чердаке этого здания. То есть когда-то, когда ремонтировали, когда они там, допустим, сносились как ненужный элемент, они сохранились зато на фасаде. Мы в итоге, мы по осколкам, ну как археологи, восстановили эти вазоны. Они сейчас у нас именно в осколках, он есть, собранный уже такой вазон. В этом здании разместится учреждение дополнительного образования «Мечта». Городские власти уверены – в таких старинных домах и учеба будет особенной и неповторимой. Это совершенно особая идеология, что ли, да, потому что это не только здание. Не просто помещение – это не место, куда ребенок пришел в четыре стены. Это аура определенная, историческая, культурная, эстетическая. И то, что это отдано школьникам, то, что это отдано детям, ну это очень здорово. Обновляется и внешний вид 63-й школы. Здесь ремонтируют фасад. Чтобы это было безопасно для учеников, все основные работы проходят по вечерам и в выходные. Но к сроку, обещают подрядчики, работы будут завершены полностью и без потери качества. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Домики на ножках отправились в Сочи. Правда, пока не на своих, а на транспорте. Но то ли еще будет. Разработчики из политех, архитекторы-инженеры вместе придумали мега-роботов под названием «Ларифуга». Это такой прообраз архитектуры будущего. Что умеют роботы и зачем они отправляются на юг, расскажет Мариана Мирная. В левом углу ринга «Ларифуга» красная, в правом – синяя. Соревноваться два передвижных домика уже послезавтра будут в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мы их, конечно, делаем в основном для космоса, потому что у нас проект по космосу. Но только мы не авиацию имеем в виду, а имеем в виду строительно-космическое производство. Это одна из типологий, которая будет использоваться на Луне и на Марсе, шагать. А сейчас мы проводим испытания здесь. «Ларифуга» с латинского переводится как «бродяга». Это прототип ходячей архитектуры. И, как надеются разработчики, недалекое будущее. Подобные конструкции уже создавались ранее трижды. Самарская схема всего четвертая в мире. И признана научным сообществом самой удачной. Управляются эти избушки на курьих ножках умной перчаткой. Тоже разработка студента политеха. Она может соединяться по блютузу с любым устройством. Перчатка просто надевается, как, собственно, и обычная перчатка. И все. Она может распознавать некоторые простые жесты. То есть наклоны, повороты и движение пальцев. Если мы сжимаем руку в кулак, то ларифуга ползет назад. Если разжимаем руку, то она идет вперед. Наклоны, соответственно, позволяют ногам вращаться в разные стороны. И скорость движения регулируется углом большого пальца. Опытные экспонаты пока не идеальны, но уже близки к совершенству. В итоге должны получиться конструкции, в которой поместится человек, стол, стул и все необходимое для работы. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Глава региона Дмитрий Азаров предложил Виктору Соферу войти в состав новой общественной палаты. Софер поблагодарил в Рио губернатора за доверие и выразил готовность продолжить работу. Особое внимание на встречу было уделено одному из самых проблемных, по мнению Дмитрия Азарова, вопросов, которые волнуют жителей Самарской области. Он касается мер социальной поддержки из регионального бюджета. В течение 2017 года был принят ряд решений по их корректировке. Многие граждане считают эти решения несправедливыми. При этом, конечно же, мы должны, на мой взгляд, провести оценку ранее принятых решений, посмотреть предпосылки к принятию таких решений, последствия. И, по моему предложению, сегодня формируется рабочая группа по отработке мер социальной поддержки как на этом этапе, так и на перспективу. Если ситуация с бюджетом сейчас в какой-то мере позволяет, то, по моему мнению, это первый вопрос, который хотелось бы, чтобы вы решили как исполняющий обязанности губернатора Самарской области. Почти полмиллиарда рублей получит Самарская область из федерального бюджета на развитие транспортной системы. На что хотят потратить эти деньги, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Доллар можно было купить за 58 рублей 50 копеек, дороже всего продать, за 58 рублей. Рублевая ипотечная ставка снизилась до нового рекорда и составила 10,58%, сообщил Центробанк. В сентябре продажи автомобилей «Лада» выросли почти на 24%. Всего с начала года на российском рынке реализовано 221 тысячи машин. А Самарская область получит из федерального бюджета 487 миллионов рублей в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Средства направят на увеличение пропускной способности автодорог общего пользования, на строительство, реконструкцию и ремонт дорожных искусственных сооружений. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. Грузовой поезд сбил насмерть пенсионера. ЧП произошло в воскресенье 8 октября в Куйбышевском районе Самары, в районе железнодорожной платформы «Соцгород». 64-летний мужчина скончался на месте. Роспотребнадзор после проверок приостановил деятельность нескольких образовательных учреждений. В частности, портал «Волга-Ньюз» сообщает, что за неисполнение предписаний в установленные сроки запрещен прием студентов в Самарскую гуманитарную академию. Напомним, что ранее это заведение было лишено государственной аккредитации по двум специальностям. Покраску купола стадиона «Самара-Арена» продлили еще на месяц, до 10 ноября. Об этом сообщили представители подрядной организации. При сильных порывах брызги краски могут разлетаться на расстояние до 3 километров. И потому автомобилистов просят не парковать машины в зоне риска, либо использовать защитный материал. Напомню, что покраска купола стартовала в начале июля. Завершить работы планировали 1 октября. Стадион «Самара-Арена» рассчитан на 45 тысяч зрителей. Рабочие заканчивают монтаж кровли и вскоре приступят к обустройству футбольного поля. Подрядчик будет использовать итальянский рулонный газон. Поле через каждые 2 сантиметра будут прошивать специальными нитями. В Самаре будет сухо и тепло, по крайней мере, в начале недели. Синоптики обещают, днем температура воздуха будет достигать 18 градусов. Ночью будет не холоднее 7-8 градусов. Малооблачно, без осадков. Впрочем, уже к среде ситуация может поменяться. Пойдут дожди и немного похолодает. Синоптики обещают на этой неделе потепление на улице, а коммунальщики, в свою очередь, стабильные, комфортные температуры в домах. В Самаре отопление включили 98% зданий. Это на 2000 домов больше, чем в прошлом году в этот же день. Подробности в сюжете Марины Матвейшиной. Теплый рекорд. Почти все здания в Самаре подключены к отоплению. Отопительный сезон этой осенью стартовал раньше обычного. Коммунальщики не стали дожидаться отметки в 8 градусов в течение пяти дней. В первую очередь дали тепло в детские сады, школы, больницы и дома культуры. На сегодня осталось 170 зданий без тепла. Батареи в них нагреются на этой неделе. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на этот день, в сезон 16-18, было подключено 86% домов. Сегодня 98,4%. В целом, такие итоги стали возможны благодаря предварительной подготовке. За лето коммунальщики подготовили более 100 котельных, переложили километры теплосетей. Глава города Олег Фурсов отмечает набранный темп работы. В летний период удалось переложить значительное количество теплотрасс, почти 24 километра, если не ошибаюсь, но чуть поменьше. Это в три раза, по-моему, по объему средств больше, чем в прошлом году. Сейчас важно следить за ситуацией. Могут быть порывы, поэтому на готове всегда должны быть бригады. С сегодняшнего дня в районах работают телефоны горячих линий, по которым жители могут обращаться по поводу отсутствия отопления. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Более чем тысячи женщинам в Самарской области в 2016 году был поставлен диагноз «рак». И с каждым годом эта цифра растет. Доктора говорят, что происходит это не потому, что стали чаще болеть, а потому что методы диагностики стали более точными, и диагноз можно поставить на самой ранней стадии. Хирургия тоже не стоит на месте. Теперь больным делают операции в максимально щадящем режиме. Марьяна Мирная продолжит. Елена Мурызина покидает онкологический диспансер здоровым человеком. Девушки сделали операцию по удалению новообразования в женских органах. Новые технологии позволили не удалять их полностью, а дать возможность в будущем иметь еще детей. О своей болезни Елена узнала два года назад после рождения дочери и обратилась в Самарский онкоцентр. Теперь ей предстоит показаться врачу только через три месяца для наблюдения. Не отчаиваются. Мне помогает мой ребенок. То, что есть дочка, хочется еще детей. У меня на это направлено. То, что у нас не стоит на месте технологии, все сейчас возможно. Рассказы других людей тоже впечатляют. То, что там серьезными заболеваниями люди и после рожают, и все хорошо пролечиваются, не отчаиваются. Заведующий отделением онкогинекологии Владимир Щукин многие часы проводит здесь, в операционной. И теперь все чаще докторам приходится делать еще более сложные операции, чтобы сохранить детородные органы женщинам, которые совсем молоды и хотят иметь детей. 10 лет назад подумали, что там 8-19 лет можно было встретить рак шейки матки. Это было под вопросом. Сейчас, конечно, уже в более молодом возрасте все это встречается. Поэтому приходится переходить на органно-сохранные операции, чтобы сохранить пациенткам репродуктивную функцию. В отделении медицинскую помощь получают не только пациентки из Самарской области, но и из соседних регионов. Оренбурга, Саратова, Ульяновска, Казахстан и Пензы. За прошлый год 100 женщин были прооперированы хирургами Самарского онкоцентра. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Книги, которые читают руками, одним филиалом библиотеки для слепых в Самаре стало больше. Информационный пункт открылся для тех, у кого впервые возникают проблемы со зрением. На Молодогвардейской 33 незрячие люди со ослабленным зрением получают консультацию, а также знакомятся с возможностями чтения и получения информации с помощью слуха и осязания. Книг здесь пока немного, но направления литературы различные – художественные, познавательные и учебные. В Самаре около 2000 незрячих людей, и кроме медицинской помощи, им необходимо решать и психоэмоциональные проблемы. Психологическое состояние – самая большая трудность. Человек должен принять, признать, что он по-другому не может. И это самое важное. А дальше уже у кого какое осязание, у кого какая вообще восприимчивость и возможность обучаться. Брайль сейчас не так активно осваивается, хотя это очень зря, это очень нужная вещь. А сейчас активно осваиваются компьютерные технологии, работа с сенсорными устройствами, типа телефона, планшета. И мы ему тоже все здесь расскажем, как этим заниматься. Сотрудник Самарского СИЗО номер один стал первым в стране среди работников уголовно-исполнительной системы. Ренат Фазул-Гафаров взял первое место в номинации «Лучший помощник начальника следственного изолятора». В всероссийских соревнованиях работников УИЗ приняли участие свыше 200 человек со всей России. Победителей поздравила и Алина Чемерес. Внимание! Приступить! 5.62 Ловкость рук. Норматив выполнен на 2 секунды раньше, чем определено правилами. Сотрудник Самарского СИЗО-1 Ренат Фазул-Гафаров на соревнованиях работников уголовно-исполнительной системы один из лучших в стране. Челночный бег, стрельба, боевые приемы. Благодаря отличной физподготовке Фазул-Гафаров победитель в номинации «Дежурный помощник начальника следственного изолятора». Сегодня ему вручают награду. В профессии Ренат уже больше 10 лет работает с заключенными. На службе, говорит, главный инструмент – правильно подобранные слова. Заключен, конечно, разный есть. Кто-то первый раз попал, кто-то уже неоднократно. Каждому свой подход нужен. Требуется, так сказать, не все выполняет. Кто-то там отказывается, приходится общаться, разговаривать. Всероссийские соревнования сотрудников уголовно-исполнительной системы «Самара» принимает второй раз. Более 200 участников со всех регионов страны. Лучших выбирали также среди дежурных помощников начальника колонии и сотрудников отдела безопасности. Бег на тысячу метров, подтягивания, умение обращаться с оружием – всего около десятка испытаний. Испытания были серьезные по физической подготовке, по огневой подготовке. Участники многие порадовали хорошей подготовкой. По огневой подготовке есть представитель, который показал максимальный результат. То есть все десятки у него были по стрельбе. Все-таки уровень растет. Требования становятся жестче и уровень растет сотрудников. Победителям вручили кубки и грамоты. Но чествовать лучших сотрудников УИС намерены и на местах работы. Дать премию или присвоить внеочередное звание – такие награды на усмотрение начальства. Алина Чемерис, Станислав Левин. События. Футбольная символика вне закона. Федеральная антибонопольная служба проводит проверку в отношении кофейных киосков, где, как считают в ведомстве, на товарах нелегально размещают логотипы FIFA. За такое нарушение владельцу торговых точек может грозить штраф до полумиллиона рублей. Также ФАС заинтересовались работой самарского психоневрологического диспансера. Предположительно, руководство медучреждения и одной из фармацевтических компаний договорились о том, что диспансер будет продавать лекарства с истекающим сроком годности, по полной стоимости. Хотя по правилам цены на неликвидный товар должны быть снижены в несколько раз. Сегодня одна из главных задач ФАС – не допустить образование картелей, когда учреждения вступают в сговор, чтобы ликвидировать конкуренцию на рынке и установить максимально высокую цену на товар. В результате люди не получают качественных товаров и услуг по разумной стоимости, а бюджет теряет десятки миллионов рублей. Мы рассматривали дело по картелям и выяснилось, что примерно цена могла бы быть снижена на закупаемую товар, работу, услуги на 120 миллионов. Соответственно, можно было бы сделать как минимум 100 операций на сердце каким-то людям. Вместо того, чтобы подать эти деньги каким-то хозяйским субъектам или каким-то должностным лицам, то на экономию этих денег можно провести такое количество операций. На 100 миллионов можно построить и школу, и садик, наверное. По поручению президента в стране будет создана рабочая группа, которая должна следить за деятельностью картелей. Такая группа появится и на региональном уровне. Планируется, что в Самарской области она начнет работу уже в этом году. За избиение болельщиков крыльев советов на Оренбургский ОМОН завели уголовное дело. Напомню, инцидент произошел в начале сентября в конце матча между футбольным клубом Оренбург и самарскими крыльями. Сотрудники полиции зашли на гостевой сектор после того, как там был зажжен фаер. Они попытались задержать нарушителя непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям Футбольного союза. Такое поведение спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвал ОМОН и пустил в ход дубинки. В интернете появились многочисленные видеозаписи драки. Один из фанатов самарской команды позднее обратился в больницу, где у него зафиксировали ушиб гематому области левого голеностопного сустава. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Ведется следствие. Тему спорта, но уже на более мажорной ноте, продолжит Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Волейбольная новость рожается за лидерство в Суперлиге. ЦСК ВВС на родном льду уступила лидеру высшей хоккейной лиги Питерскому «Динамо». Крылья советов не смогли затушить воронежский факел в футбольной национальной лиге. Крылья советов никак не могут догнать лидера футбольной национальной лиги «Красноярский Енисей». Очередная игра национального первенства стала тому виной. Самарский клуб в гостях с минимальным счетом потерпел поражение от воронежского факела. Единственный мяч забил в первом тайме с пенальти Дмитрий Мичуренков. Крылья советов планируют на втором месте турнирной таблицы. Следующий матч команда сыграет в субботу на «Металлурге» с «Волгоградским ротором». Начало встречи в 15.00. Первое крупное поражение потерпели военные летчики в высшей хоккейной лиге. В воскресенье на родном кристалле ЦСК ВВС разгромным счетом 1-8 проиграл питерскому «Динамо». В начале встречи за подножку до конца игры удалили капитана Дениса Ковалева. Оставшись без лидера, команда посыпалась, пропустив в первом периоде две шайбы. Надежда на успех появилась во второй 20-ти минутке, но это оказался единственный гол авиаторов. А вот «Динамовцы» только успевали зажигать красный фонарь за воротами самарского голкипера. Финальная сирена зафиксировала неутешительный результат. 1-8 поражение ЦСК ВВС. И клуб опустился на предпоследнее место в ВХЛ. «Динамо» на первом. В шестом туре волейбольной суперлиги Новокубышевская «Нова» на выезде в пяти партиях одержала победу над Ярославским Ярославичем. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0-2, самарская команда не только смогла догнать соперника, но и в заключительной пятой укороченной партии вырвать победу 15-11. Это четвертая Виктория Новая в шести матчах чемпионата страны. Команда занимает шестое место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...